Далее посмотрим сюжет из освобожденных сел Херсонской области. Там на юге ужас российской оккупации все еще ощущается теми, кто ее пережил. Люди понемногу восстанавливают свои дома, хозяйства. Как они выживали во время вторжения агрессора, расскажем в нашем материале. Разбитые здания и брошенная российская техника внимания местных уже не привлекают. Привыкли к таким пейзажам. Да и некогда по сторонам смотреть работы после освобождения непочатый край. Анатолий местный тракторист, пытается починить своего железного коня. Мужчина во время оккупации помог многим относильчанам переправиться через реку на подконтрольную Украине территорию. Через речку с берега на берег плавали мы, сильно обстреливали. Но Бог миловал, мы живы и здоровы. Время от времени на обратном пути он переправлял украинские диверсионно-разведывательные отряды. Они стреляли в нас, но Бог миловал. Десять наших лодок разбили, резиновые лодки. Десять лодок – это были бывшие в употреблении лодочки. Разрушить все – одна из целей российских военных. Это видно по тому состоянию, в котором они оставляют захваченные города и села. Они пришли, они были хозяева. Они меня не били, не издевались. Просто у меня во дворе стояли четыре машины. Но Бог так управил. Видимо, я выбрала жизнь своих детей. И через два месяца дочек своих отправила. И осталась одна. Я знала, что остаюсь на смерть. К счастью, женщине удалось выжить, хотя и пришлось проводить каждый день в страхе. Ты не хозяин своей жизни. Ты не хозяин в своем дворе. Ты вообще ничтожество. Это унижение человеческого достоинства. Настолько – это война. Они тебя так унижают. Ты никто и ничто. Они хозяева пришли на эту землю. Кроме разрушений, после себя путинские войска оставили и множество опасных боеприпасов, мин и неразорвавшихся снарядов. Чиновники местной военной администрации заявили, что только за последнюю неделю 12 гражданских госпитализировали после контакта со взрывчатыми веществами. Известно, что, по крайней мере, один из них умер.